Наш Крымский музыкальный театр, он отправляется на гастроли в Свердловскую область, где представит свои самые лучшие спектакли. Среди них и мюзиклы «Леонардо», «Три мушкетера», «Собор парижской богоматери», «Мост над рекой», «Роман о девочках». Кстати, вот о романе о девочках я бы хотела коротко рассказать. Это известно произведение Владимира Высоцкого, которое он не успел завершить. То есть у него нет конца у этого романа. И театр представляет свое представление развития событий. Нужно сказать, что такие гастроли – это очень дорогостоящее и сложнопостановочное явление. И мы можем благодарить фонд поддержки, федеральный центр поддержки гастрольной деятельности. Вот эта вся компания называется «Большие гастроли». Ну и, конечно, Министерство культуры Республики Крым тоже приняло участие в этом. Большое спасибо всем тем, кто понимает, насколько важно делиться культурными событиями. Но я точно знаю, Саля, что ты во время мечтала быть актрисой Большого театра. Мне кажется, все девочки мечтали быть либо балеринами, либо актрисами. Это правда. Либо певицами. Вот я так вижу тебя, как ты в детстве стояла у зеркала и мечтала, что вот я надену парик, реконструирую себя в XVIII веке. Было такое? Конечно же, я мечтала быть той принцессой, ради которой бы сражались рыцари. Ну а ты, наверное, мечтал быть тем рыцарем, Саш. Абсолютно верно. И я знаю, что очень многие имеют возможность... Осуществить эту мечту. Да, прикоснуться к рыцарству в прямом смысле слова. И вот наш корреспондент Александр Кононов сумел это сделать. И давайте расскажет вам об этом прямо сейчас. Как завоевать сердце дамы в XXI веке? Вопрос, ответ на который можно искать не то что годами, десятилетиями. Подарить ей цветы? Банально. Купить шоколад? Пошло. Порадовать ее новеньким смартфоном? Сомнительно. Можно попробовать стать рыцарем. О, что-то новенькое. Сверкающие доспехи, куртуазное поведение, рыцарская отвага. Все это не может оставить равнодушной ни одну красавицу. К тому же здесь можно научиться сражаться на мечах и алибардах, завести новых друзей, да и просто отлично провести время. Будь то историческое фехтование, будь то историческая реконструкция или ролевые игры, все мы так или иначе выросли из средневековья, из рыцарей, пехотинцев, прекрасных дам и трубодумов. Василий Малкин увлекается полигонными играми уже 16 лет. За это время сменил много оружия и доспехов. Поучаствовал в десятках крупных сражений и мелких баталиях. Делится. Этот вид отдыха привлекает все больше участников. А сами игры становятся все красочнее, масштабнее и интереснее. Взмах, удар, атака, блокировка и враг повержен. Если вы думаете, что все это так просто, то вы ошибаетесь. Для того, чтобы стать рыцарем, даже вымышленным, необходимы годы тренировок. Особое внимание уделяется конкретным мелочам. Одежде, аксессуарам и другому антуражу. Оружие хоть и пластиковое, но полностью копирует оригинальное. Оружие имеет внутри твердый сердечник стеклопластиковый. Все его поражающие элементы сделаны из пененого полиуретана, покрыты краской и сверху покрыты латексом. Травмироваться таким оружием практически невозможно. Материал мягкий и упругий. С 2013 года мы перешли на протектированное оружие. Самым частым видом травм стали травмы по неосторожности. Таким оружием даже пальцы сложно сломать, даже при самом удачном попадании по руке противника. Да, мечи тут не железные, а пластиковые. Но все остальные детали экипировки в точности, как в средневековье. Это же касается и самих сражений. Заниматься полигонными ролевыми играми можно с 18 лет. Главное, чтобы не было медицинских противопоказаний. Если у вас нет навыка фехтования, не страшно. Достаточно желания, периодических тренировок, остальное придет со временем. В рыцаре я посвящен. Необходимую подготовку я прошел. Осталось только убить дракона и завоевать сердце принцессы. Самое главное, ничего не перепутать. Александр Кононов, Алексей Семенов. Утро нового дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова